Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам историю реального человека, которому мною всей душой любимый мультсериал Конь Боджек буквально спас жизнь от алкоголизма. Сергей любил выпить еще с юношества, а в определенный момент жизни спился настолько, что казалось, он был на волоске от полного краха. Самое интересное, что сейчас мы будем говорить о его истории, но используя кадры из сериала с Конем Боджеком, я не создам в ваших головах никакого диссонанса, и каждый кадр мульта будет подходить под повествование. Ведь, как говорит сам герой сегодняшней истории, он это буквально Боджек, только не нарисованный. И если вам вдруг показалось, что неинтересно слушать о скучных реальных людях, вместо того, чтобы поговорить о вымышленных персонажах, как мы всегда делаем, то сегодня я попробую вас переубедить. Отмечу, данный материал не мой. Эту историю своего крестного поведала одна из журналистов «Дважды два» в статье и записала подкаст. Все ссылки прилагаю в описании. Наш сегодняшний герой однажды нашел в алкоголе утешение, путь от всех своих проблем в другой мир, где все просто и весело. Так же, как Боджек из мульта, Сергей впервые выпил в очень раннем возрасте. Решив попробовать шампанского, пятилетний он отрубился и проснулся уже, как говорит сам, на отдыхе у бассейна. Конь же в подобной ситуации оказался из-за отца, измену которого ребенок чуть случайно не раскрыл. Потому Мармеладу нужно было срочно придумать, как вызвать чувство вины и стыда у своего сына, чтобы он даже не думал говорить о случившемся тем вечером маме. Зачитаю вам комментарии Сергея по поводу его эмоционального состояния после случайного детского опьянения. Ничего не понимал, но внутри было гнетущее и не отпускающее до сих пор чувство стыда, которое так со мной и шло по жизни. А теперь представьте, что эти слова озвучил сам Боджек из мультсериала, рассказывая свою историю. Я что, уснул? Меня тошнит. Ха-ха, натворил ты делов. От моего ковра ничего не осталось. Твоя мама будет очень тобой недовольна. Извини. Слишком они подошли бы к образу коня и к ситуации в целом, не правда ли? И подобных моментов великолепного сходства состояния души обоих героев будет еще куча. Ну ладно, определенный осадочек в психике Сергея после этого случая точно остался. Двигаемся дальше. Пить часто, чуть ли не каждый день он начинает уже в подростковом возрасте. И так продолжается в дальнейшем, включая все 10 лет работы в кино. Но, думаю, ему было крайне весело. Круто, когда ты молодой, ты можешь и быть достаточно продуктивным, и в то же время веселиться, напиваясь даже прямо на работе. Как говорит сам наш герой, никому не было дела, в каком состоянии он находился на площадке. Главное, чтобы выполнялась работа. Кстати, наверное, вы уже не удивлены еще одним сходством Сергея с Боджеком, озвученным несколько секунд назад. Да, он работал в кино, как и персонаж нашего любимого мульта. Правда, он не был актером или режиссером, но являлся художником по реквизиту и художником-постановщиком. На самом деле, не так важно, какую он занимал должность, ибо на площадке одна атмосфера для всех. Да и, как говорит Сергей, он сам достаточно харизматичен, как и наш конь, потому их нестыковка в профессиональной роли не так важна. Главное, сходства духовные. В любом случае, это еще один факт в копилку для сопоставления историй наших двух личностей из разных миров. В общем, алкоголь поначалу, наверное, многим кажется лишь способом увеселить себя в те моменты, когда ты и так в хорошем настроении. И происходит это чаще всего в компании таких же пьющих ради веселья людей. В начале своего пути к алкоголизму мало кто тревожится, относясь к употреблению спиртного как к чему-то, что лишь повышает их уровень удовольствия от происходящего в моменте. Так и Сергей, думаю, пил сначала не от какой-то плохой жизни или ради того, чтобы сбежать от проблем, однако однажды все поменялось. Процитирую. Когда навалился груз работы и бытовухи, запил. Все вышло из-под контроля. Все было очень плохо. Начинал пить и не мог остановиться. Ни на двух бутылках, ни на десяти. Мог по несколько дней вообще не спать, а потом внезапно осознать, что полдня где-то потерялись памяти. И ничто не останавливало идти и пить дальше. После десяти лет работы в кино Сергея уволили. Где-то в этот момент в жизни Сергея начался период, который можно назвать типичный конь-бо-джек. Пить всегда – это фишка нашего героя из мультсериала, которая сохранялась за ним почти вплоть до финального сезона. Когда плохо, когда хорошо, когда просто скучно, конь всегда пил, убегая от проблем, страхов, ответственности, постепенно теряя все, что приобрел за свои недолгие, но лучшие годы популярности и продуктивные работы на телевидении. И даже возвращаясь в строй, снимаясь в новых крутых проектах, он не переставал пить. Сергей же тем временем из-за своего нескончаемого пристрастия к алкоголю, из-за попыток убежать из реальности, начал терять связь с близкими. Разочаровал родителей, поссорился с женой. В один момент они уже подписали документы о разводе. Однако он не чувствовал собственной вины за все это. Вернее, может быть и чувствовал, но не осознавал до конца. Поломанное алкоголем сознание не хотело принимать факт имеющихся проблем. В таком состоянии он воспринимал окружающих как нападавших на него, потому ему оставалось только защищаться. Защищать свою бутылку, которую он, как и любой алкоголик, может в любую секунду бросить. Защищать свои, как ему казалось, взгляды. Ибо он такой, какой нужно, ему никто не нужен, он не привязан никому. Сергей хотел уехать жить в Таиланд, подальше от непринимающего его окружения. Алкоголь, как сказал герой сегодняшнего видео, полностью разрушает личность. А когда кто-то пытается тебе помочь, ты искренне отказываешься. Не понимаешь, зачем эта помощь тебе вообще нужна, и злишься. Ведь со мной все в порядке. Почему все думают, что что-то не так? Алкоголизм для меня это норма. Нет разницы пить или не пить. Оправдание бесконечному употреблению зависимый найдет любые. А особенно, когда он пьет безостановочно, находясь стабильно в неосознанном состоянии, становится неспособным здраво оценивать сложившуюся ситуацию и собственные проблемы. Истории Боджека и Сергея наглядно показывают, как человек может тонуть, даже понимать это. Но продолжает искренне думать, что магическим образом заимел жабры, с помощью которых способен дышать даже под водой. Кстати, сейчас мы говорили об этих личностях порозень, лишь отмечая их сходство. Но пришло время, наконец, столкнуть их друг с другом. Сергей обожает коня Боджека. Начинал смотреть его еще, как сам выразился, в состоянии полного угара. Найдя в нем те же сходства, что мы отмечали ранее, с самим собой, он погрузился в его историю очень сильно. И в какой-то момент полностью проассоциировал собственную ситуацию с происходящим в мультсериале. До нашего героя пытались достучаться, помочь. Говорили о его проблеме, но тут же Сергей смотрел на Боджека, который, находясь в той же ситуации, напивается, занимается саморазрушением, забивает на все и находил в действиях нарисованного персонажа оправдание собственным. К слову, я думаю, это произошло только потому, что написан конь ужасающе правдиво и по-настоящему. Зритель верит герою, его переживаниям и сам начинает понимать его, даже учитывая то, что Боджек это законченный мудак во многих смыслах. Да, он делал тучу ужасных вещей и себе, и окружающим его людям, близким, но мы все равно любим его. Так и Сергей полюбил персонажа, получил позитивные эмоции, наблюдая за его историей, потому заимел пример того, что и таким можно быть. Это нормально, все в порядке. Ты думаешь, поезд ушел? Что? Мне... мне суждено всю жизнь быть таким, таким, как в книге. Или для меня еще не все потеряно, а? Еще не поздно? Да, Ян, скажи, что еще не поздно. Боджек, я... Не-не-нет, скажи, что я хороший человек. Да, мне свойственны эгоизм, хвостовство и саморазрушение, но в глубине души я хороший. Ты должна мне это сказать. Дайан, пожалуйста, скажи, что я хороший. Но на самом деле сериал никогда не романтизировал поведение главного персонажа. Боджека показывают таким, какой он есть, не приукрашивая. Его жизнь была ужасна, когда он пил, и от этого сам он страдал. Однако почему-то наше сознание, особенно если оно находится в нестабильном состоянии, в итоге создает позитивный образ о коне. За это можно ненавидеть лишь собственное мышление, но никак не авторов или сам мультсериал, который никогда не хотел показать, что быть как Боджек – это нормально. И эту тему создатели даже исследовали в пятом сезоне, когда герой снимался в сериале Филберт, рассказывающем о сильно неоднозначной личности. Мы немного знаем о Филберте, но сказать можно точно, что он делал много ужасных вещей, как и сам Боджек. Однако Дайен Нувен, одна из сценаристов сериала «Филберт», оживила этого персонажа в глазах людей, добавив ему настоящие человеческие черты характера, заставила сопереживать ублюдку, даже не поняв этого. После, осознав последствия своей деятельности, она разочаровывается в своей работе над сериалом, разочаровывается в своем друге Боджеке, который не понял суть недовольства девушки. А все из-за речи коня на премьере шоу. Я сделал столько всего непростительного. И мне кажется, главная наша идея в том, что так как мы все ужасны, видимо, это нормально. Что? И, по-моему, это очень верный посыл. Тогда он сказал, мол, Филберт помог ему принять себя, показал, что быть таким нормально, все люди в какой-то степени ужасны. Это же случилось и с Сергеем. Увидев в нарисованном персонаже себя, он нашел оправдание своему алкоголизму и в какой-то момент хотел забить на все. Попытки близких людей помочь он принимал в штыки, что, наверное, объяснимо его состоянием души в тот момент. Но однажды наш герой все-таки смог краем сознания уловить, что, возможно, ему правда нужна помощь. Жена сумела до него достучаться, когда он находился в более-менее трезвом состоянии, и за это, даже не зная ее лично, я сильно уважаю эту женщину. От меня тогда отвернулись вообще все. И семья, и друзья. Только жена цеплялась, потому что видела, как я сгораю. Она нашла рехаб в Германии, в которой меня были готовы взять через 2-3 дня, хотя обычно нужно ждать несколько недель. Жена понимала, что у меня этого времени уже нет. Я тогда подумал, что у меня есть два варианта. Либо все послать и улететь в Таиланд, чтобы там продолжить фестиваль, либо попробовать лечь в рехаб. Что-то подтолкнуло согласиться на второй вариант. И вот только попав туда, я понял, что мне все-таки нужна была помощь. Как вы знаете, Конь Буджек тоже поехал в рехаб. И это тоже было инициировано близким ему человеком. Пролежал он там, конечно, куда дольше, чем Сергей, находившийся на терапии всего 3 недели. Однако это не так важно. Оба наших героя после рехаба бросают употреблять алкоголь. Это им помогло как-то стабилизировать собственное состояние, свою жизнь, но, конечно, не дало полного излечения. Травмы, тревоги остаются навсегда, и велик шанс напиться прямо сразу после попадания обратно в реальный мир из рехаба. Однако наш герой закодировался и держался. Пока что шестой сезон Буджека не вышел на тот момент времени. Сергей увидит то, как Конь воспринял свою трезвость лишь спустя полтора года собственной. В какой-то момент наш герой находился в тяжелом состоянии. Его ломало. Казалось, еще немного, и он опять запьет. Как раз на подходе был последний сезон мультсериала, главным персонажем которого являлся его главный собутыльник. Вот, думаю, совсем класс. Сейчас под шестой сезон и выпью как раз. По сюжету Конь в конце пятого сезона ложится в рехаб. Я прекрасно понимал, что он чувствует, и был уверен, что Буджек какое-то время продержится, но в итоге точно снова запьет. Сергей, возможно, в глубине души даже желал того, чтобы его любимый персонаж запил после рехаба. Он хотел синхронизироваться с Буджеком и вместе выпить. Их жизни были так схожи друг с другом, что Сергей сблизился с Конем, проецировал многие моменты из его истории на себя. Однако, как Конь являлся отдушиной для Сергея в случае, когда он беспросветно бухал, так же он сейчас стал и тем, кто наоборот, своим примером заставил Сергея держаться до последнего. Ибо Буджек не сорвался и почти вплоть до финала был трезвым. Всю жизнь он пропил, но сейчас смог остановиться. Так почему бы и нашему другу не попробовать? Если мы так во многом похожи, и он может держаться, то почему я-то не могу? Данное действие является кульминацией и одновременно развязкой нашей истории, показателем того, как сильно Конь Буджек повлиял на жизнь человека, сначала, возможно, в негативную сторону, однако впоследствии реабилитировался. Меня все это очень впечатлило. Я всегда верил в силу мультипликации, которая превосходит даже силу кино. Но данный рассказ меня поразил до глубины души. Я очень рад за Сергея. Мне немного неловко описывать его историю, пересказывать ее, ведь это реальный человек. Немного страшно ошибиться в размышлениях по поводу того, какие мысли были у него в голове в определенные моменты жизни, но я попытался. Огромное спасибо Анне Устюжаниновой за то, что она показала историю своего крестного Сергея, ведь подобное нужно распространять и продвигать в массы. Правда. Кстати, да, Конь Буджек в будущем все же не сумел сдержаться, на то были свои причины. Да и сценаристу крайне нужно было показать нам финальный трип героя, так сказать, создать сильную кульминацию, которую я до сих пор считаю одной из гениальнейших мультипликаций в целом. Можно задать тебе вопрос? Почему люди так говорят? Раз ты спрашиваешь, значит можно. Задавай, и вообще ты уже спросил. Да, нафига вообще извещать всех о вопросе? Да, кто такие эти вопросы? Их величество? Ту-ту-ту-ту! Приветствуем королевскую чету, почемучек и что где как Данди! Позвольте спросить, как дела? Спасибо, ничего! А-та-та-та! Я еще не задал вопрос, я только спросил разрешения задать вам вопрос. Однако, думаю, когда вышла вторая половина шестого сезона мультисериала, Сергей уже был в достаточно стабильном состоянии, чтобы не запить вместе с конем. Да и в любом случае, сериал кончился на позитивной ноте. Боджек хоть и сорвался, но дальше одной ночи дело не пошло. Все первые источники этой истории находятся в описании. Там же и ссылка на телеграм-канал, где выходит много интересных постов на разные темы. Ссылка на музыку моего авторства под никнеймом Недорос. На денег, чтоб хорошо жить. Чтоб хорошо жить. Ну и, конечно, Бусти. Обязательно жду вас в комментариях с обсуждением сегодняшней повести, но только после подписки на канал. Субтитры сделал DimaTorzok